Приветствую вас, хотел бы спросить, какое имеет значение, с чего добивается девушка? Совершенно очевидно, что она брет, она не честна со своим молодым человеком, значит она, скорее всего, будет не честна и с вами. Ну вы же, вы же из-за чего-то расстались, да, вы же из-за чего-то перестали быть вместе, и те проблемы, из-за которых вы перестали быть вместе, они на самом деле никуда не делись. То есть они, ну, на мой взгляд, не могут куда-либо деться на самом деле, потому что все-таки люди меняются редко, достаточно. Поэтому я полагаю, я полагаю, что исходить вам нужно все же именно вот из данного аспекта, да. То есть исходить нужно не из того, что хочет девушка, потому что она очевидно, да, обманывает, а исходить из того, что нужно вам. Вот вы довольно нелестно отзываетесь о ней, да, ну, ну, вообще, довольно нелестно высказываетесь о ней. Но ведь по факту, по факту, по факту, ситуация какая, да, по факту, по факту ситуация такая, что вы сами на это согласили. То есть вас никто ведь не заставлял заниматься с ней сексом, да, вас ведь никто не заставлял это делать, правильно. Но вы это делали, и может быть она просто вас использовала, может быть, мы этого не знаем. Но однозначно можно сказать, что вы позволили себя использовать, и, собственно говоря, это является ключевым моментом. Может быть, может быть, ей не понравилось, что вы ее бросили, может быть, она хотела вас там проучить. Таким образом, вот, это тоже вполне может быть. Но, понимаете, все это из области, из области никогда же, потому что все это не имеет мысла. Ибо ситуация уже случилась, ситуация уже прошла, и в ней вы занимаете определенную позицию в этой ситуации. Вот. То есть вы делаете свой выбор. И вопрос заключается в том, что это за выбор. Ваш выбор. Понимаете? Вот. Смотрите, смотрите. Встретился с бывшей девушкой спустя полгоря после почти полного молчания. Значит, вы почему-то расстались с ней, да, со своей девушкой. Здесь надо бы раскрыть причины, почему вы расстались. Она первая написала, и я предложил увидеться и выпить у меня в машине. То есть вы предложили увидеться и выпить. Для чего? Через 15 минут она уже сидела рядом, сама приехала на такси. То есть она хотела вас увидеть. В ходе общения ей позвонил новый молодой человек, она ему навралась, но пошла за сигаретами и пригуляться, пока он спит. То есть она с ним не честна. У него с ним, у нее с ним, точнее, проблемы. Вот вы и подумайте. Сопоставьте, сопоставьте ее проблемы с ним и ваши проблемы с ней, которые были. В итоге просидели до утра, а утром поехали в гостиницу. В гостиницу после первого секса опять начал звонить ее молодому человеку. Понимаете, то есть вы почему-то в гостиницу поехали, а не к себе домой. Это вот интересный тоже момент. Но вы, понимаете, вы согласились на секс. То есть, понимаете, вы на него согласились, вы решили им заниматься. То есть девушка вас не доставляла, не пренуждала к нему, к сексу, я имею в виду. Понимаете? Вот. И можно сколько угодно говорить о том, какая она, но вы тоже в этом участвовали. А то, что вы говорите, то, как вы преподносите ее, выглядит как своего рода, знаете, попытка, ну, как своего рода попытка обесценить ее и принизить свою ответственность. Вот. что мне окажется неприемлемым, если вы взрослый и в общем-то серьезный человек. Вот. То есть вы сами это решили. Вы знали, что у нее есть парень, вы знали, что он ей звонил, что у него с ней есть одно отношение, но при этом вы все равно, при этом вы все равно с ней спали, занимались сексом, да? Вот. Ну, в принципе, одно и то же. Почему? Потому что хотелось. Это вам хотелось. Это был ваш выбор. Это было ваше решение. Понимаете? Какая-какая история. Вот и все. Собственно, собственно. Ну, да. Именно именно поэтому именно поэтому ответственность здесь в первую очередь лежит на вас. Вот. И вам, и вам нужно эту самую ответственность взять таки на себя. Понимаете? за то, что вы делаете. Дальше. Значит, так. Значит, она ему брала в туалете по телефону, потом звонила ищила. Она ему обозначила район, где находится. Простила спасти, собрать ее отсюда. Это было уже днем. Он приехал, названил ей на телефон, но мы в это время занимались сексом, она к нему так и не вышла. А вот как вот вы, Алексей, сами считаете это вообще адекватно, что вы занимаетесь сексом? Ваше участие во всем этом какое? Значит, она вышла, сказала, что, видимо, они больше не будут общаться, ей так проще. В общем, мы занимались сексом, с утра до поздней ночи, все это время она как бы специально проектировала темы о том, как она сильно его любит, как он сильно и как он классно с ней спит, как ей его сейчас не хватает. Я, естественно, ощутил, не показывал, как меня это задевает. Вечером подходит в такси, сам пошел пешком, прорезает голову. Здесь очень похоже на то, что она вам мстит. Я не знаю, есть у нее к вам чувства или нет, но что, что она мстит вам, вот это, к сожалению, почти очевидно. Почти очевидно. Так, дальше, значит, так, через пару дней мы созвонились, справа с матчюстой, она просила оставить все между нами. Что это значит оставить все между нами? Это как понятно? Что это может значить, что у нее к вам остались какие-то чувства, но она уверена в том, что между вами ничего не будет. Вот что это значит. Вот. У нее, у нее к вам есть какие-то чувства. Вот что это значит. Только всего. Вот. Ну, она вероятно не готова не готова что-либо менять. Да. Вот. Не готова что-либо менять. это для того, чтобы быть с вами. Вот. При этом она знает о том, что вы ее не примете. Вот. Ну, как бы, такой, какой, какой вы есть, вы ее не примете. Вот. и она пытается найти себе другого человека. Вот. Я думаю, так. По поводу того, что вы описали, ну, я уже сказал вам, да, о том, что это одностороннее какое-то вообще насчет, ну, одностороннее действие, да, то есть одностороннее позиции и, по сути, перекладывание на нее ответственность только за то, что происходит, что не является конструктивным. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. То, что я хочу вам сказать. вот. Значит, дальше идем. Так, я могу многому не знать и о наших простых отношениях, или она чего-то добивается, пытается вызвать меня ревность, провоцировать меня на какие-то поступки. Скорее всего, ваши поступки она не примет. Это человек, который, вот по, так скажем, по моему восприятию, да, это человек, который себя не любит. То есть может быть она и хотела бы, чтобы, ну, чтобы вы совершили какие-то поступки, может быть, она и хотела бы этого. Вот. Но она не примет. Она не примет их. Вот. Потому что у нее слишком донюзина эта мотанка. В глубине души. Так что решайте сами, захотите ли вы, хотите ли вы точнее встречаться с таким вот человеком, да, хотите ли вы сами взаимодействовать с ним. Вот. Или нет. Все, как бы, это ваша ответственность и решать здесь исключительно только вам. То есть поменьше, поменьше думайте о ней о самом человеке, поменьше думайте о том, какая она и что вы можете знать или не знать. Побольше думайте о том, чего вы хотите. Да? То есть предположим, вы хотите быть с ней. Ну хорошо, это ваш выбор. Замечательно, если вы хотите быть с ней. Но в таком случае имейте ввиду, с кем вы связываетесь. Вот и все. Если вы хотите быть человеком, это совершенно не означает, что она, например, должна меняться. совершенно не означает. Ну просто потому, что просто потому, что она такая хорошая или она плохая. Да? Это не важно. Это не важно. Речь сейчас не об этом. Не об этом речь. Речь о другом. Речь именно о том, что хотите делать шаг. Вот и все. Вот и все. Вот так. То, что вас задевает, вот, если вас задевает, да, ее слова, это уже вопрос к вам. То есть почему вас это задевает? Что вас задевает? Ну конкретно. Вы чувствуете себя как? Вы чувствуете себя как-то, не знаю, не до конца может быть уверенно, не до конца уютно, или вы чувствуете себе еще что-то. Вот. Вот об этом можно подумать. Об этом можно подумать. И подумать о субъективной также стороне ваших всех действий. То есть вы с ней спали, да, вы занимались неотеком, чтобы что? вы-то на что рассчитывали, зная, что у нее парень и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Знаете, какая субъективная какой здесь момент чувствуете? Вот так это работает примерно. И все, и все, и вам здесь нужно ориентироваться столько на себя. Правда? Столько. Исключительно на себя. Тогда будет результат. Пока вы говорите про других и не говорите про себя, результата не будет. Чего я хочу? Что мне нужно? Что мне интересно? Что меня задевает? Что мне там приятно, неприятно, тяжело, не тяжело? Вот. Понимаете? Какая суда. Вот об этом, об этом и нужно в первую очередь размышлять. Об этом нужно в первую очередь думать. Вам. И тогда все будет лучше. Тогда вы просто не будете зависеть от кого-либо. то есть вот она решила вам сейчас написать, да? Решила с вами встретиться. Вы встретились. Но вы понимаете, что, например, она сделала это для себя, да? А вы это сделали потому что, ну, потому что, ну, потому что, чего-то, чего-то хотелось, допустим. Вот. Если вы делаете это, потому что вам чего-то хотелось, ну, кроме секса, да, кроме просто секса, то, наверное, лучше не стоит тогда с ней взаимодействовать. Вот. Потому что она вам не даст этого, она не даст вам того, что вы хотите. Не может. Может быть, хотел бы, но не может. Не может. Понимаете, человек врет, человек врет. Всегда. Не от хорошей жизни, как бы вам этого не хотелось, да, и, как бы, как бы становиться вот тем словом, да, которое вы написали, я не буду его повторять, да, вот. Тоже не от хорошей жизни человек становится таким. Знаете, понимаете? Вот так. Вот так. Вот это, это то, что вам нужно понять, то, что вам желательно понять, чтобы, чтобы, ну, чтобы, чтобы ситуация нормализовалась у вас. Чувствуете, что это делает? Хорошо, хорошо, это ваша проблема. На плане, что это лично, лично ваша проблема. И с ней нужно работать, столько всего. Страшного в этом, нет ничего. Это нормально. Что вас делает? Как же вот она сравнивает меня, да, с другими мужчинами. А что это значит для вас? А когда вас еще сразу, сразу, а что вы можете, там, ну, что вы можете, сделать, чтобы этого не было, например, например, вот. Или, что вы пытаетесь доказать, например, допустим, когда вы боретесь, когда боретесь, боретесь, вот. Например, да, вот, что пытаетесь доказать, кому, с кем вы ведете, с кем, с кем вы ведете, диалог, вот, в данном аспекте, конкретном. Понимаете? Вот, вот об этом все, и нужно подумать, подумать вам. И вот, собственно, уже тогда, собственно, уже тогда, и будет понятно, как и что делать. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. я желаю вам всего самого доброго и удачи. я желаю вам спасибо. Спасибо. Продолжение следует...